Всем привет, с вами Слава Че и вы смотрите Ньюзблог Хэн Гога. Британцы Architects наконец порадовали слушателей новым альбомом For Those That Wish To Exist. Мнения фанатов и критиков разошлись. Кто-то радуется, что группа экспериментирует, а кто-то говорит, что группа попсела. Напишите в комментариях, как вам обновленный звук группы и как сам альбом. Рамштайн закончили работу над новым альбомом. Как говорит Кристиан Лоренц, клавишник группы, вся работа происходила в карантин. Из-за невозможности выступать, группу посетило вдохновение. В итоге оно вылилось в целый альбом, который группа и не планировала. Новый анимационный клип от американской группы Vale of Maya, This Serie. Он вобрал в себе все самое ностальгическое из игры Full Throttle и вселенной Mad Max. Судья FIFA Сергей Карасев, который был у нас вот в этом подкасте, осуществил свою давнюю мечту. Он выступил в качестве гитариста вместе с группой Catarsis. Группа AFI, или как мы привыкли ее называть, Афи, выпустила аж целых два новых сингла. Beginning For Trouble и Looking Tragic. Подъехал новый релиз от группы Of Mice and Man, называется он Timeless. Погнали слушать! Участник Rage Against the Machine, Том Морелла, вместе с шоураннерами Игры Престолов, выпустит сериал под названием Metal Lords. Он расскажет о двух старшеклассниках, которые основывают свою метал-группу. По словам авторов, это будет комедия о взрослении, которая будет близка всем любителям тяжелой музыки. Свежачок от прогрессивной питерской группы Shrezers, называется он Demure. Трек записан совместно с фронт-пеном Vale of Maya, Лукасом Мадьяром. Очень драйвовый, энергичный и злободневный альбом выпустила группа Slot, называется он Instinct Выживания. В недавнем подкасте, который вы можете посмотреть вот здесь, Даша Нуки рассказала, что было необычного при записи альбома и еще много всего интересного. Лакуна Койл и еще 130 итальянских артистов приняли участие в акции «Последний концерт». Целью было обратить внимание на туманное будущее музыкальных площадок. Вы ожидали увидеть живое выступление, а мы просто стояли в тишине. Это не злая шутка. Такова ситуация с клубами в Италии. Надо сказать, что не только в Италии. Deftons возродили Пакмана подобную игру, вышедшую вместе с альбомом White Pony в честь его 20-летия. Игра предлагает залогиниться в Spotify, чтобы слушать Deftons, удирая от Deftons. Combi Christ выпустили сингл Not My Enemy. Пока неизвестно, приурочен ли трек к выпуску нового альбома. Последний диск, который выпускала группа, назывался One Fire, вышел он в 2019 году. Португальские металлисты Moon Spell выпустили 13-й студийный альбом Hermitage на лейбле Napalm Records. The Offspring анонсировали альбом Let the Bad Times Roll и выпустили одноименный трек. Релиз диска, продюсированием которого занимался Боб Рок, который работал с Металликой, Мотли Крюо, Бон Джови и многими другими, состоится 16 апреля. Как вы думаете, Боб Року удастся сотворить чудо и вернуть Offspring на вершину Олимпа? Гитаристы Эдриан Смит и Ричи Котсон продолжают подогревать интерес к своему дебютному альбому, который выйдет уже 26 марта. Дуэт выпустил сингл Scars, записанный в духе блюз-рока 70-х. Cannibal Corpse опубликовали видео Inhuman Harvest, как всегда, бесчеловечно, жестоко. Трек войдет на 15-й альбом Violence Unimagined, который увидит свет уже 16 апреля. С Саботом выпустили клип на песню Live Guarded. Исполнена она на шведском языке и посвящена Королевской гвардии, созданной в 1521 году. Английская версия песни выйдет 9 апреля и будет называться The Royal Guard. Состоялся релиз альбома группы Эпика Omega. И в честь этого группа выпустила клип на песню The Skeleton K. По словам Эпика, альбом таит в себе много символизма и поднимает философские вопросы о смысле жизни. Земфира выпустила свой первый за 8 лет альбом Borderline. По ее словам, песня OK посвящена лидеру группы кино Виктору Цою. А в треке Пальто Земфира выражает респект Полу Маккартни. Сразу после релиза музыкант Лео Луганский обвинил певицу в плагиате обложки альбома. Queen выпустили мобильную игру. Queen Rock Tour напоминает Guitar Hero. Вам нужно нажимать кнопки, попадая в ноты композиций. Игра позволяет оказаться на самых крутых и культовых выступлениях группы Queen. Если еще не подписался, подписывайся на наш канал, долбани в колокольчик. Ну и конечно же, одобри это видео лайком. Также хотим напомнить, что у нас есть телеграм-канал. Вот он здесь, он активно развивается. И там вы можете увидеть все самое свежее и интересное. Если вы хотите, чтобы новость о вашей группе, о релизе или о предстоящем концерте попала к нам на Hangover, пишите к нам на почту. С вами был Слава Че и вы смотрели Ньюсблог Hangover. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok